К эфиру «Фридом» присоединяется Вячеслав Потапенко, руководитель Центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований. Вячеслав, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже все стали специалистами по дронам российским. Знаем, что такое линза Люнеберга, знаем, что они сделаны из картона, палок, пенопласта. Может быть, они настолько дешевые, настолько простые в изготовлении, что просто потерялись? Или все-таки можно предположить, что это некая российская провокация, именно чтобы такие дроны приземлились на территории Молдовы? Как вы считаете? Ну, я думаю, исключать нельзя, что это было сделано специально. Тем более, что мы помним, что дроны были на территории Румынии. В Польше, в Беларуси постоянно с дронами какая-то ситуация. Сейчас в Молдове. То есть, ну, я бы не исключал какую-то определенную игру для создания напряженности, для проверки систем противовоздушной обороны, противоракетной. Мне кажется, это вполне реально. Насколько, скажем так, вот эти попадания российских дронов, либо ракет, могут быть попыткой проверить ту же самую реакцию? И сейчас она достаточно такая сдержанная. Но будет ли эволюция? Потому что мы видим, что не прекращаются залеты российских боеприпасов на территорию тех или иных стран. Ну, судя по тому, что забило Санду, видимо, уже принято решение о том, что будут как минимум средства радиоэлектронной борьбы использоваться и радиолокационные, и для обнаружения и попыток их там как-то посадить. Ну, и то, о чем говорит Румыния, видите, они уже планируют сбивать, если они будут залетать на их территорию. Ну, к сожалению, это такая достаточно ситуация, которую невозможно избежать во время боевых действий. Что-то могут отправлять специально, что-то может выходить из-под контроля и залетать. И, ну, безусловно, руководство страна обязано обеспечивать безопасность своей территории, своих граждан. И поэтому они уже принимают меры. Я думаю, что и Польша на самом деле этим тоже занимается. Просто они не хотят это все афишировать для того, чтобы не обострять с белорусами отношения. Поэтому длительная война, она вынуждает всех соседей так или иначе вовлекаться в эти процессы, усиливать оборону, оказывать поддержку одной из сторон. Тут другого быть не может. По поводу Румынии. Сбивать дроны над территорией Украины, страны Запада, страны НАТО пока не решаются. Как и ракеты, хотя об этом много говорят. Логика, в принципе, понятна, хотя и неприятно, да, бояться эскалации. И вот если касается дронов над Молдовой, тут же, по-моему, все проще. Как вы считаете, Румыния ведь, Молдова не ведет войну. Может спокойно Молдова-Кишинев обратиться к Бухаресту? И что ПВО, что самолеты, что средства РЭП, румынские могут спокойно работать над территорией Молдовы, да? Ну, теоретически, да. Практически мы понимаем, что правительство Молдовы не контролирует Приднестровскую, так называемую, республику. И по большому счету Гагаузию. Поэтому тут возникает вопрос, как они будут решать внутренние проблемы, которые у них будут возникать, в том случае, если они будут это сбивать над теми территориями, которые они не контролируют. Вот, поэтому тут вопрос такой. На частью могут сбивать, на частью не могут. Ну, мое мнение такое. Вячеслав, опять же, если взять политический, скажем так, аспект вопроса. Победа Майя Санду на президентских выборах в Молдове, скажем так, насколько может спровоцировать все более частые попадания российских дронов в воздушное пространство Молдовы? Или это, вы считаете, как вы считаете, это взаимосвязанное вообще понятие? Ну, судя по тому, что мы только что обсуждали, может ли Румыния по договору сбивать, то взаимосвязаны, потому что Россия продолжает ставить на Приднестровье и на Гагаузию. Молдова борется с этим. Там сейчас поствыборно продолжаются акции по выявлению людей, которые получали деньги от России. Там вообще выявлено, что чуть ли не 10% избирателей получали деньги. Там эти карточки МИР, которые для Крыма сделали. Раздавали и начисляли зарплату. Ну, там довольно сложная ситуация, и Россия не прекращает, скажем, попыток изменить внешнеполитический курс, отколоть часть территорий и так далее. Поэтому это будут такие сложные решения, которые будут, с одной стороны, усилять позиции Майя Санду среди своих сторонников и вызывать крайне негативную реакцию у противников, которых у них, к сожалению, половина на половину, как мы видим. Поэтому в Молдове непростая ситуация, и она развивается по такому пути от диалога к применению более решительных мер со стороны правительства Санду. В целом, я думаю, что Румыния со временем, ну, скажем, там, попытается попробовать сбивать на территории Молдовы какие-то беспилотники. Опять же, не факт, что они будут об этом признаваться сразу. Сначала они как-то протестируют, потом посмотрят на реакцию. Ну, то есть это такой сложный дипломатический процесс с элементами военных инструментов. Вот уже втроем в студии об этом как бы договорились, несмотря на то, что это может быть локационно потерянные беспилотники. Но вот склоняемся к тому, что, ну, по крайней мере, до выборов президентских российские беспилотники на территорию Молдовы не летали. Можно предположить, что это некий намек. Что ждет Молдову в летом 2025 года? Парламентские выборы. То есть, понятное дело, Россия просто так не отпустит. Какие, по-вашему, будут сложности у Майя и Санду? Какие политические расклады могут сформироваться к парламентским выборам? Это очень сложный вопрос. Ну, с моей точки зрения, целесообразно к нему вернуться где-то в марте месяце. Потому что, с моей точки зрения, в Европе начались процессы, о которых у нас мало говорят. Вот если посмотреть этот политический саммит в Будапеште, который, как это, срочно собрался. И мне кажется, что вообще в Евросоюзе будут происходить определенные трансформации по итогам американских выборов, по итогам назначений, которые будут реализовываться, уже начали называться фамилии советников по нацбезопасности и так далее. Потому что безопасность Европы, она обеспечивается НАТО и, прежде всего, вооруженными силами Соединенных Штатов Америки. Ну, и Румынии в частности. Поэтому все вопросы безопасности так или иначе будут согласовываться с США, а это будет влиять и на принятие политических решений в Евросоюзе, в Румынии, как следствие в Мудове. Поэтому пока мы можем об этом только догадываться, и это будет зависеть от многих внешнеполитических факторов. Ну, предлагаю к этому вопросу вернуться месяца через 3-4. Договорились, Вячеслав. Обязательно вас пригласим и поговорим. И об европейских делах, и по Молдове, и так далее. Спасибо вам за этот разговор. Вячеслав Потапенко, руководитель Центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований, был с нами на связи. Не пропускать главного.